Наконец, Марвел это удалось. Они смогли сделать могучего Тора, не самого интересного персонажа комиксов, достойным любви киноманов и героем космических приключений. В Рагнарёке больше шуток, чем среднестатистической комедии. Хотя вроде бы Человек-муравей должен был стать комедийным персонажем. Так как же им это удалось? И вот, фильм отгремел, все пасхалки найдены, но остается один серьёзный вопрос – что это всё значит? Большинство моментов были понятны всем, как хорошие победили, а плохие проиграли. Но остаётся ещё множество деталей, в которые мы предлагаем вам погрузиться. Держитесь покрепче, потому что мы разъясним значение концовки Рагнарёка. Ну и, очевидно, на пути нас будут ждать спойлеры. Следующая остановка – Оклахома Итак, Асгард уничтожен огромным демоном Сутуром, разрушительная мощь которого в кои-то веки была направлена на благое дело. Эвакуируя жителей, Тор провозглашает, что Асгард – это не место, Асгард – это люди, и куда же они полетят? В Оклахому. Наверное. Они, конечно, не решили пока что отправиться в Мидгардские штаты, но есть намёки на то, что в Оклахоме они обретут новое пристанище к событиям 4-го фильма. Тор 4 ещё больше Тора на экране. Именно поэтому в 2007 году сын Одина немного обосновался в Америке. Его люди могут найти новый приют в вымышленном городе Брокстоне. Есть ли уверенность в том, что Тор и его люди променяют шлемы на ковбойские шляпы? Нет, конечно. Но учитывая на какие безумства пошёл Рагнарёк, потенциал развития сюжета следующего фильма в центре Америки нельзя упускать из виду. Судьба Хеллы Ближе к концу фильма Хелла вступает в битву с огненным демоном Сутуром, который устраивает Рагнарёк, конец Асгарту. И это последний кадр с Хеллой. Но, как известно, если смерть не показана беспоборотно, шансы велики, что персонаж ещё жив. Так что есть большая вероятность, что Хеллу мы ещё увидим в следующих фильмах. Особенно принимая во внимание её выносливость и силу, превосходящую Тора и Локи вместе взятых. К тому же у неё стойкий иммунитет ко всему, что простых людей могло бы убить. Она же богиня смерти как-никак. Более того, она лишь подпитывает свои силы, находясь в Асгарде, так что, скорее всего, она жива и надрала зад демону-великану. Тору сейчас нужны все, кто сможет противостоять Таносу, так почему бы не позвать на помощь свою невероятно мощную сестрёнку. С другой стороны, по комиксам Танос влюблён в смерть и хочет покорить вселенную, чтобы доказать, что он достоин её. Хелла называет себя богиней смерти, поэтому фанаты предполагают, что она будет сражаться с Таносом, но не против него, а бок о бок. И, кстати говоря, о Таносе. Появление зловещего Титана В первой сцене после титров Тор и Локи обсуждают будущее асгардцев, когда перед ними внезапно появляется огромный космический корабль. Так и непонятно, кто внутри, но есть предположение, что там как раз-таки Танос. – И кто это человек в злодеем злодеем? Он злодеем злодеем. Он злодеем злодеем злодеем. Мы уже не первый год слышим о том, что он будет главным злодеем Войны Бесконечности. Учитывая истории из комиксов, велика вероятность того, что асгардцы первыми повстречаются с гигантом. И это ещё не всё. В июле 2017-го Полигон заявил, что небольшой отрывок Войны Бесконечности был показан в закрытом диснеевском фан-клубе. В отрывке было показано, как Тор встречается со Стражами Галактики в космосе. Танос уже знаком со Стражами, а тот факт, что Тор наткнулся на них, вполне вероятно, что они все наткнутся на Таноса ещё до того, как Тот долетит до Земли. Камни Бесконечности Войны Бесконечности без Камней Бесконечности быть не может. И мы уже не раз видели их в киновселенной Марвел. Рагнарёк не стал исключением. В небольшом камео Доктора Стрэнджа мы видели его браслет с Камнем Времени внутри, а в темнице Асгарда находится Тессеракт. Прежде, чем взять корону Сутура, Локи остановил на нём свой взгляд. Мы, конечно, не видим, как он его берёт, но чёрт возьми, это же Локи. Он точно его спёр. Он, наверное, по традиции обведёт всех вокруг пальцев в Войне Бесконечности и предложит Таносу синий камушек. Локи вообще лживый урод, ждите от него соответствующего поведения. Весёлый характер Марвел Прелесть Марвел в том, что они себе могут позволить делать фильмы в том стиле, в котором они хотят. Другая война – шпионский фильм. Человек-муравей – про грабежи. А Человек-паук так вообще один дома только с паутиной вместо ловушек. Но всё больше и больше их фильмов становятся комедийными. Они входят в тренд и останавливаться не планируют. Стражи Галактики, к примеру, стали хитом, несмотря на то, что с персонажами были знакомы только ярые фанаты комиксов. Вы переживали за Грута или Ракету в начале первого фильма? Очень даже вряд ли. Но сейчас всё по-другому. А всё потому, что оба фильма демонстрируют интересных героев, крутые спецэффекты, взрывной экшен и, конечно же, смешные шутки. И то же самое с Тором. Если вам офигеть, как понравились первые два фильма, у вас явно специфический вкус. Тор хорошо работает в команде, а в комиксах он встретил на своём долгом пути немало союзников. Но для большинства зрителей это просто качок с кувалдой и первые два фильма особо этого мнения не поменяли. Но Рагнарёк всё поменял. Можно даже сказать, что он стоит на уровне с Дэдпулом, просто без пошлости и мата. Теперь люди хотят увидеть больше историй про него. Если тому есть объяснения, которые мы можем вынести из концовки этого фильма, Марвел не собирается останавливаться на достигнутом и продолжат в том же смешном стиле экранизировать свои смешные картинки. Недаром они их комиксами называют. Спасибо за просмотр! Подписывайтесь на наш канал и посмотрите ещё видео, которые, мы уверены, вам понравятся!